Привет, студент! В воздухе пахнет весной и предстоящими выходными, а наша команда продолжает готовить все самое полезное и актуальное специально для тебя. Каждый день мы отпираем самые яркие новости студенчества, чтобы ты всегда был в курсе всего самого интересного. Ты смотришь Универ Ньюз. С тобой Петрова Дарья. Смотри сегодня в выпуске. В КФУ прошла акция под лозунгом «Я выбираю КФУ». Великие личности помнят Великий Университет. КФУ поздравил известного писателя и не только. В Казанском Федеральном Университете прошла акция «Я выбираю КФУ», которая направлена на выявление проблемных вопросов в области учебного процесса. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой. Во вторник 21 февраля в Казанском Федеральном Университете прошла акция «Я выбираю КФУ», которая прошла по инициативе ректора КФУ. Толчком для данного мероприятия послужили публикации опроса студентов в средствах массовой информации, в которых на основании мнений девяти студентов Казанского Федерального Университета, а всего было опрошено 600 студентов по всей стране, создается негативный образ об альмаматор. Очевидно, что эта выборка явно мала для профессионального социологического опроса и сам подход весьма поверхностен. Но, тем не менее, все это опубликовано и находится в открытом доступе. Стоит отметить, что для истинного понимания соотношения различных мнений и организованное данное голосование. Также данное голосование послужит толчком для проведения дальнейшего исследования проблемных вопросов в области учебного процесса и степни вовлеченности студентов в реализацию дорожной карты КФУ. КФУ – лучший университет в России, чтобы это подтвердили сами студенты, которые здесь обучаются уже не один год. Да, нравится преподавательский состав, то есть я естественно ответил «да», потому что тот уровень, который поддерживает Казанский Федеральный Университет, он достойный. И, насколько я знаю, через несколько лет буквально программы должны войти в топ мировых вузов, то есть чего только стоит Железнов Борис Леонидович, который составлял Конституцию, то есть участвовал в составлении Конституции Тарастана. Поэтому я считаю, не могу сказать за другие факультеты, но лично мой меня устраивает, мне очень нравится. Я проголосовала, что да, я готова еще раз поступить в университет, и для чего проводится эта акция? Для того, чтобы выявить, нужен ли вуз студентам, то есть поступили ли они по своему желанию, или бы их заставили, или у них не было другого выбора. В этот день перед студентами стоял лишь один вопрос. Если бы у вас сейчас была возможность выбора, поступили бы вы снова учиться в Казанский Федеральный Университет? Стоит отметить, что большая часть учащихся в КФУ сказали, что они с радостью бы вновь поступили в наш альмаматор. Диана Шилова, Леонард Авлетяров, Универы Ньюс. Давно не секрет, что Казанский университет является настоящей колыбелью интеллигенции нашей республики. Творчество большинства татарских поэтов и писателей изначально зарождалось в сценах старейшего вуза России. Именно по этой причине в сценах КФУ состоялось сразу несколько торжественных мероприятий, которыми заинтересовались не только студенты, но и наша съемочная группа. Чем сегодня радует альмаматор? Смотри в сюжете Адели Шимиловой. 21 февраля в стенах Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального одновременно состоялось два важных события. Литературно-музыкальное праздничное мероприятие «Язлар Кебек Яны Пьешем Жирде» началось с весьма положительной ноты. Подписанием договора о дальнейшем сотрудничестве КФУ с Союзом писателей Республики Татарстан. Процентов 90 писателей, поэтов нашей Республики, которые составляют основу Союза писателей, это наши выпускники, люди, которые по большому счету формировались в стенах Казанского федерального, тогда еще Казанского государственного, Татарского гуманитарного университета, а сегодня одного из ведущих вузов нашей России. 21 февраля было выбрано датой подписания не случайно. Именно в этот день свой юбилей отмечает татарский поэт, писатель, депутат Государственного совета Республики Татарстан и в прошлом выдающийся студент Казанского университета Разиль Валеев. Праздничное мероприятие объединило поклонников, друзей и коллег татарского писателя. От лица всего Казанского федерального Ильшат Гафуров искренне поздравил юбиляра. Пользуясь моментом, я хочу еще раз поблагодарить вас за нашу дружбу, за все, что вы делаете для нашего народа. И хотел бы вам пожелать долгих-долгих лет творческой активности в кругу ваших близких людей, в кругу семьи и на радость всем нам, тем людям, которые вас знают, ценят и любят. Однако Институт филологии и межкультурной коммуникации стал не единственным местом, где Разиль Валеев встретился со студентами. Немногим ранее Елабужский институт КФУ также принял в своих стенах известного писателя. В формате круглого стола будущие учителя татарского языка и литературы обсудили с Разилем Валеевым программу оптимизации школ, особенно сельских, а также получили ответы на вопросы о проблеме и поддержке молодежи. Можно не сомневаться, что подобные встречи обязательно приведут к положительному результату, а именно повышение качества учебных программ сегодняшнего дня. Адель Шамилова, Ленар Довлетьяров, Универньюз. О чем рассказывает Всемирная сеть сегодня, узнаешь в нашей традиционной рубрике Вебньюз. Волейбол должен стать массовым игровым видом спорта в Казани. Такое заявление сделали на расширенном заседании с полкома Федерации волейбола Республики Татарстан под председательством Фарида Мухаммедшина. Обсуждая этот вопрос сразу после матча всех звезд студенческой волейбольной лиги, ректор КФУ согласился с необходимостью усилить работу в области популяризации данного вида спорта. КФУ получит государственную поддержку в размере более 849 миллионов рублей. Решение о предоставлении поддержки принимается на основе рекомендаций Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России. КФУ прошла акция памяти Махджуба Тиджани, трагического погибшего 16 февраля. Гражданин Республики Чат Махджуб Тиджани учился на втором курсе юридического факультета КФУ. И по отзывам сокурсников и преподавателей был отличным студентом, товарищем и другом. Более 300 студентов Казанского федерального свои учебные будни посвящают изучению истории и языка Турции. Ежегодно студенты занимают призовые места на всероссийских олимпиадах по турецкому языку. А в этом году олимпиада впервые прошла в стенах Казанского федерального. Что особенного подготовили в КФУ? Гостям олимпиады узнаешь далее. Более 300 студентов Казанского федерального свои учебные будни посвящают изучению и разгадкам тайн истории языка Турции. Ежегодно студенты занимают призовые места на всероссийских олимпиадах по турецкому языку. А в этом году олимпиада впервые прошла в стенах Казанского федерального. В общей сложности более 80 человек подали заявки на 8 номинаций. Некоторые, конечно, повторялись. И, в принципе, на сегодняшний день мы чествуем 44 победителя в разных номинациях, включая и письменный конкурс, и устный конкурс, конкурс видео, конкурс фото. Помимо привычных направлений олимпиады, как устная и письменная часть были и такие, как поэтический конкурс. К примеру, студентка Крымского федерального университета Эдии Асанова прочитала грустное турецкое стихотворение о разлуке с любимым. Олимпиада для меня это не просто доказательство своих способностей. Это также общение со студентами разных национальностей, разных веросповеданий, всех которых связывает любовь к турецкому языку и к турецкой культуре. Любовь к турецкому языку объединила не только студентов двух федеральных университетов. В Казань также приехали гости из Астраханского государственного университета. И команда заняла первое место в игре «Что, где, когда» и прошла проверку знаний турецкой культуры и истории. Ребята приняли участие во всех конкурсах, например, в конкурсе турецких песен. Это была первая олимпиада в Казанском федеральном по турецкому языку. В следующем году она ожидается в еще больших масштабах. А пока мы говорим участникам Хош Чакалын. Анастасия Иванова, Ленардо Влитяров, Универньюс. А у меня на сегодня все. Желаю тебе только хороших новостей. До встречи!